Всем привет, с вами Оксана Войтович. В очередном выпуске новостей кино я расскажу вам о новых рекордах финальных Мстителей, которые наконец-то добрались и до России. Также вы узнаете, сколько пришлось заплатить Диснею Роберту Дауни за войну бесконечности и почему категорически нельзя выкрикивать спойлеры в толпе. Затем будут новости сериалов, кинодата, кассовые сборы и премьеры недели. Впереди многих студентов ждет сессия с различными зачетами и экзаменами. И чтобы этот стрессовый период прошел легче, хочу вас познакомить с новым сервисом консультаций по учебным работам от компании Work5. Они дают консультации по всем предметам и видам зачетных работ. У них есть специалисты в учебной сфере, которые ежедневно консультируют студентов как по обычным контрольным, так и по дипломным проектам. А главное, любую консультацию можно получить в срочном порядке. Обращайтесь в Work5, а от меня вам скидка на 20% по промокоду Кинокритика. Новости кино. Финальные рекорды. В ночь с воскресенья на понедельник в России наконец-то состоялась премьера Четвертых Мстителей. Как и в других странах, картина показала мощнейший старт и сходу принялась переписывать рекорды. Лишь за первый день проката российские сборы финала перевалили отметку в 415 миллионов рублей. Предыдущий рекорд принадлежал Войне Бесконечности, которая в свое время взяла 276 миллионов за первый день проката. При этом не стоит забывать, что в нашей замечательной стране сдвинули премьеру Мстителей из-за убожества под названием Миллиард. В результате в российских кинотеатрах случился самый провальный уикенд за последние 7 лет. Ну а Мстители за один день собрали больше денег, чем все премьеры недели вместе взятые. Подробнее об американских и российских сборах мы поговорим ближе к концу ролика. Ну а здесь стоит упомянуть еще один рекорд финала. Стартовые сборы ленты во всем мире уже в первые дни проката превысили миллиард долларов. Так быстро в Клуб Миллиардеров еще не попадала ни одна лента. А ведь это только начало. Скорее всего, в скором времени Аватару придется уступить звание самого кассового фильма в истории. Роберт Дауни-младший снова на коне. Судя по всему, исполнитель роли Железного Человека вновь может возглавить список самых высокооплачиваемых актеров мира. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщает, что гонорар Дауни за Войну Бесконечности превысил сумму в 75 миллионов долларов. Как утверждают источники, в эту сумму вошел фиксированный гонорар и бонусы по итогам успешного проката ленты. Для сравнения, гонорары Криса Эванса, Криса Хемсворта и Скарлетт Йоконсон варьируются от 15 до 20 миллионов долларов за фильм. Роберт Дауни прославился своим умением торговаться еще во время подготовки к съемкам Первых Мстителей и Третьего Железного Человека. Уже тогда актер выбил себе гонорар в 50 миллионов долларов за фильм. Это привело к ухудшению отношений со студийными боссами, но Дауни прекрасно осознавал свою значимость для киновселенной. Так что воротилам кинобизнеса пришлось закусить губу и заплатить. Рискну предположить, что прибыль актера по итогам финала будет и вовсе космической. Фантастические твари не спешат В начале этой недели студия Warner Bros. неожиданно перенесла релиз фильма «Фантастические твари 3». Ранее премьера ленты была запланирована на 2020 год. Как сообщает телеканал CNN, теперь зрители увидят триквел не раньше 12 ноября 2021 года. По поводу истинных причин отсрочки представители студии пока ничего не говорили. Но в СМИ сразу же вспомнили о проблемах Джонни Деппа, который играет главного злодея серии. Череда скандальных судебных процессов, мордобой на съемочной площадке, проблемы с алкоголем и наркотиками. Все эти выходки создают огромные риски для проекта подобного уровня. Не так давно ворнеры уже столкнулись с аналогичными проблемами в лице запойного Бена Аффлека. Везет им на исполнителей, что тут скажешь. Ненавижу Париж. Наследники Толкина против Толкина. Семья писателя Джона Толкина подвергла резкой критике биографическую ленту Толкин, которая готовится к выходу в прокат. Родственники заявили, что не поддерживают проект, не одобряют содержимое фильма и не участвовали в его создании. В общем, типичный режим не смотрел, но осуждаю. Стоит отметить, что это обычная позиция для наследников писателя. Ранее они выступали против экранизации «Властелина колец» в формате сериала, еще раньше против «Хоббита», а еще раньше против трилогии Питера Джексона. При этом их заявления не мешают им продавать права на экранизацию произведений и зарабатывать на творчестве великого предка огромные деньги. С самого детства я был одержим языком. Я даже изобрел свой собственный. Ты изобрел целый язык? Да. Кадры. Теперь давайте подведем итоги нашего еженедельного интерактива. В прошлом выпуске мы показали кадры из «Гангстера», мелодрамы «500 дней лета» и французской ленты «Последний день оставшейся жизни». Авторство музыкального отрывка принадлежит великому Энио Мориконе, который написал музыку для фильма «Однажды в Америке». Цитату в конце ролика мы взяли из фильма «Достучаться до небес». Ребят, к сожалению, на этой неделе у нас снова нет победителя. Будьте, пожалуйста, внимательны. Не забывайте оставлять ссылку на свою социальную сеть, чтобы мы могли с вами связаться. Ну а у нас на очереди очередная подборка кадров. Преступление и наказание Напоследок стоит упомянуть интересное происшествие, которое случилось в Китае на фоне премьеры «Мстителей». Как сообщает телеканал TVBS, один китайский гражданин решил публично распространять спойлеры, которые раскрывают важные сюжетные моменты финала. Инцентент произошел в одном из кинотеатров Гонконга. Товарищ посмотрел фильм, вышел из кинозала и начал выкрикивать спойлеры. Само собой, у людей знатно пригорело, в результате чего виновника основательно отметелили толпой. По информации источников, мужчина получил легкие телесные повреждения, и ему потребовалась помощь врачей. По итогам потасовки никто из нападавших не понес наказание, так что правосудие народных мстителей можно считать свершившимся. Ладно, спущу на первый раз. Новости сериалов Игра престолов тоже не без рекордов. Нынешняя весна подарила нам два беспрецедентных события. Если на больших экранах заканчивается история мстителей, то телевизионная аудитория прикована к развязке финального сезона Игры престолов. Сериал тоже продолжает бить всяческие рекорды, подтверждая звание самого рейтингового шоу. На днях новым рекордом отметилась третья серия под названием «Долгая ночь». Масштабная битва живых и мертвых стала самой обсуждаемой темой в Твиттер за всю историю телевидения. Пользователи написали почти 8 миллионов постов с упоминанием данного эпизода. Всего за 2019 год было написано около 52 миллионов твитов об Игре престолов. Омерзительная восьмерка стала сериалом. Мало кто знает, что у фильма Квентина Тарантино есть расширенная режиссерская версия. Ранее она выпускалась только в ограниченном прокате и была почти недоступна для массового зрителя. Проблему исправил стрим-сервис Netflix. Теперь пользователи сервиса могут посмотреть полную версию ленты, хронометраж которой составляет 187 минут. Фильм представлен в виде своеобразного мини-сериала. Ленту разделили на 4 эпизода примерно по 50 минут каждый. Если велено взять живым или мертвым, мы просто стреляем тебе в спину из засады, а потом сдаем труп властям. Но если тебя поймает вешатель, будешь висеть. Угадай мелодию. Кинодата. Традиционную подборку именинников на этой неделе открыла мощная актерская троица. 29 апреля Мишель Пфайфер исполнился 61 год. Ума Турман отпраздновала 49 день рождения, а Дэниелу Дэйль Юису стукнуло 62 года. 30 числа 34 года исполнилась израильской модели и актрисе Галь Гадот. А Кирстен Данст в этот же день отметила свой 37 день рождения. 1 мая полувековой юбилей отпраздновал талантливый режиссер Уэс Андерсон. 2 числа свой 47 день рождения справляет актер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон. Ну а 5 мая 36 лет исполняется Генри Кавиллу, который прославился благодаря роли Супермена. Не играйте со мной в игры. Кассовые сборы. Безоговорочным лидером американского проката стала лента Мстители Финал, которая взяла 350 миллионов долларов за первый уикенд. На фоне успеха Мстителей неожиданный рывок сделал фильм Капитан Марвел, который собрал 8 миллионов долларов за восьмую неделю проката и взлетел на вторую строчку. Следом идет ужастик Проклятие Плачущей с недельным итогом в 7 миллионов долларов. Дальше лента Прорыв с результатом в 6 миллионов. А замыкает пятерку Шазам, который добрал еще 5 миллионов долларов. Шазам! В России минувший уикенд вошел в историю как худший за последние 7 лет. Спасибо Министерству культуры, стараниями которого россиян сделали отщепенцами и перенесли премьеру Мстителей из-за проклятого миллиарда. Именно это убожество возглавило российский бокс-офис, собрав 81 миллион рублей за вторую неделю проката. Сборы фильма обвалились более чем на 50%, что не может не радовать. Вторую строчку заняла мелодрама после с недельным итогом в 32 миллиона рублей. На третьем месте ужастик Проклятие Плачущей, который собрал 30 миллионов деревянных. Следом идет отечественный мультфильм Большое путешествие с результатом в 27 миллионов. Замыкает пятерку лидеров лента Игры Разумов, которая взяла 22 миллиона рублей на старте. Когда я читаю, я улетаю из этого места на странице книг. Я уже достиг края света на крыльях слов. Цитата недели. Наверное, вы еще не готовы к такой музыке, но вашим детям она понравится. Премьера недели. В преддверии 9 мая график российских премьер забит патриотическими фильмами отечественного разлива, на которые все равно никто не пойдет. Всем и так понятно, что нынешний уикенд останется за Мстителями, так что интересных новинок на этой неделе не предвидится. Внимание заслуживает разве что американская мелодрама в метре друг от друга, которая очень не вовремя выходит прямо под финальных Мстителей. Фильм расскажет историю двух молодых людей, которые страдают тяжелым заболеванием легких. Чтобы не допустить ухудшения состояния, им нельзя подходить друг к другу ближе, чем на полтора метра. Само собой, именно поэтому между ними зарождаются чувства. Значит, ты в какой-то веке запала на парня, а он с такой же болячкой. Я просто помогаю ему с лекарствами. Ой, да для тебя пилюли раскладывать уже прелюдия. Режиссером ленты выступил не очень известный постановщик Джастин Мальдони. В главных ролях Хейли Лу Ричардсон, Коулс Поулс и другие. На Западе фильм уже вышел и получил плохой прием критиков, хотя зрители восприняли его более положительно. Как бы там ни было, его аудитория в России и так была бы невелика, а на фоне Мстителей мелодраме достанутся совсем уж крохи. Болезнь столько всего у меня отобрала. Пора хоть что-то отвоевать обратно. Ребят, вот такие новости кино на этой неделе. Ставьте лайк, если ролик вам понравился. Подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. И, ребят, не спойлерите, пожалуйста, в комментариях, если не хотите, чтобы с вами получилась ситуация, как с китайцем. Подписывайтесь на мой инстаграм и скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok